Добрый день, дамы и господа! С вами Лилия Павловна Ковален. Я сегодня хотела бы продолжить тему, которую я начала в предыдущем видео, а именно о том, что такое социальные сети, что такое селфи, которые мы выставляем в социальные сети, что такое бесконечное фотографирование. Я не захватила даже часть того, что можно было бы рассказать. Вы мне скажете, что я полна забавонов, если я выскажу, что часто выставлять ребенка не надо, потому что есть все-таки исследования, что часть энергии уходит с каждой фотографии. Но пока я не видела таких вот четких, научных каких-то утвердений. И все же таки я постоянно повторяю. И для себя, для своих клиентов, для своих слушателей, для своих друзей, что новое – это хорошо забытое старое. В период Советского Союза и в более ранние периоды на протяжении развития человечества не было социальных сетей. И все же таки были какие-то зацепки, когда человек жил так, как сейчас живет в социальных сетях, но с меньшими возможностями. Но привязки были. Вспомните Эллочку-людоедку. Что она делала? Она подражала богатой даме. Она окрасила там кошку и кого-то еще в бесец, для того, чтобы быть как бы похожей на нее. Ее не интересовал муж. Представляете? Ведь это была такая же вовлеченность, как социальная сеть. В принципе, мы то же самое сейчас делаем в социальных сетях. Она хотела ей подражать. Она ей не хотела уступить ни в чем. Не уходит муж. В общем-то, по тем временам, инженер, достаточно обеспеченный, с квартирой, со стульями. Она на все это плюет. Ей надо сделать соответствующую выкройку, ей помогает подруга, чтобы платье было похоже, как вот у той самой дамы. Что сейчас мы делаем? Мы отслеживаем икону для себя и начинаем за ней следить. Как она одета? Как она держится? Какие у нее слова, которые цепляют меня, а значит, они зацепят их других. В принципе, мы занимаемся подражанием. Ну, это такая, это поверхностная, очень простая. Кстати сказать, я сейчас не говорю о блогерах. Большей частью блогеров рассматривают свою работу, работу на канале как бизнес. Очень немногие так катают время. А почему бы и нет? Если я сажаю цветы, почему я не могу показать всем, насколько это прекрасная работа, которая вот-вот-вот из этого клубенечка потом вырастает такой куст, у многих нет таких возможностей созерцания. А чего плохого в этом нет? Это совершенно другое. Я говорю о болезненных явлениях, причем не глубоко болезненных. Глубоко болезненные темы я так обозначу, но я не буду вам называть, вы сами поймете, вы дорадливые у меня, и вы всегда все понимаете. А вот вспомните бабушек на лавочках. Они что, не в социальной сети? Да еще какой? Какой у них телеграф? Они же моментально распространяют любые слуги. Такой пиар еще надо получить. Либо ты хорошая девочка, либо ты хороший мальчик и выгодный жених, либо ты вообще непонятно кто. И всегда мне было обидно, у меня были очень длинные, открыжие волосы. И в общем-то ресницы тоже такие вот без наклеенных. А вот бабки на лавочке все говорили, ну что ж такое, как она эти волосы доклеивает? А по тем временам никто ничего не доклеивал. И как она эти ресницы пристраивает, но все хотели придумать, что неестественно. Когда девочка была хорошая, то трудно было придраться. Хотя хорошая тоже, наверное, долго быть не стоит. Надо иногда показать, ну, я и жила, так как я хотела. Вот волосы распущенные. Знаете, как это? Никогда никто не бывает доволен. Мне говорили, о, встала с постели, не было времени причесаться, так и пошла. И спела, кладывала какую-то модную прическу. Мне говорят, где она берет столько времени, чтобы еще и такие прически крутители ходят в парикматерские? То есть поймите, что вы никому, по большому счету, за исключением определенной группы людей, неинтересны. Поэтому давайте расслабимся и будем жить спокойно. Это все игры. Не хочу этого говорить, слово психопата. Но во многих случаях это игры хотя бы невротиков. Я люблю. Я решила, что я люблю этого человека. И отслеживаю, что он делает. Кто к нему приходит на страничку. Кого он лайкнул. А если он был со мной когда-то, а выставил ли он хоть одно фото со мной. Точно так же. Вступает и мужчина. Можете быть уверены. То есть вот эта вот зависимость, она иногда продолжается годами. Потому что человек не может это осуществить в реальной жизни. Но когда педофилы осуществляют свои желания многие умышленно, вот где-то в рамках интернета вот они себе воображают, что это и на этом дело заканчивается. То есть есть интернет-благо. И если, предположим, всегда были какие-то порнографические картинки, журналы. Это всегда было. Это для усиления фантазии, которая не всем дана, либо нет объекта. Это тоже. Ну и что? Да, мальчики бывают в таком периоде, и девочке тоже, что им надо посмотреть на эти картинки. Но мы же все иногда заглядываем на какой-то канал. Нам ведь интересно посмотреть. Я не буду говорить, какие виды. Вы знаете, всевозможные виды есть. Но некоторые меня просто поразили, а некоторые уминили своей нежностью, красотой. То есть, да лучше так, молодой человек, вот, все посмотрит, все узнает. Поэтому я и говорю, что следите за своими детьми. Сейчас это не о детях. Сейчас это от 18 до 50 лет, вот где-то вот так вот. Хотя мы решились. Мы думали, что, вот, кстати сказать, Украина, ничего не получится с компанией Пиаровска и Зеленского. Потому что люди после 55, 60 лет все были уверены, что они не умеют пользоваться компьютером. И эта Пиаровская кампания, которая проходила только в интернете, не коснется и в социальных сетях и так далее. А Маку Дали, оказывается, у нас люди уже все умеют пользоваться и по-моему, в любом месте есть уже интернет и все умеют. Вы посмотрите возраст людей, которые сейчас становятся блогерами. Раньше это была редкость, теперь это норма. Никаких отклонений в этом нет. Еще я хотела бы сказать, что все-таки да, перверсия сказывается. Ну и слава Богу, пусть он себя с кем-то олицетворяет, пусть он там вытворяет в интернете, в мыслях все, что угодно и все. И дальше этого не в рост не идет. Он там это все оставил. Есть многие фильмы вот нам показывают, с чего начиналось утро мужчины. Он шел и покупал газеты. Ему нужны были новости, ему нужен был футбол. Что это? Не то же самое? Что вы утром делаете, когда просыпаетесь? блогеры понятно, они ищут сколько лайков набрало их видео и сколько комментариев надо сделать, а другое дело, когда я в мыслях борюсь с каким-то человеком и все мои послания причем такие. И если вы не будете делать то-то и то-то, то ваша жизнь прожита зря. Это же одному человеку. Это только одному. Это может быть написано, что это сказал не знаю кто, вплоть до Библии какой-то стих, ничего подобного, кто ссылку показал. Это я обладаю таким эмоциональным фоном, я вот сейчас это скажу, я такой мощный, я такой громкий, я вообще никогда так громко не говорил, или не говорила, я вообще не имею склонность и характер к моему эмоему, а тут бах, я тебя добью, и ты меня услышишь, эдакий. Вот это как бы немножко есть признаки заболевания, но это не заболевание. С этим, конечно, если при желании можно все откорректировать, но поверьте, я не просто так бросаюсь этими словами, я ведь вас даже не зову к себе на консультации в скайп, хотя будем так говорить откровенно, у меня их много, и я кто хочет, тот найдет. Я просто попробую сделать с вами прямой эфир, мы должны полюбить друг друга, то есть вы должны быть откровенны со мной, а я должна понимать, что я могу пройти сквозь вашу вот эту вот, когда вот так зажались и говорить а, ты работай, а я не пущу, нет, не пущу, я по жестам, я по всему могу считать информацию, что вы не хотите со мной работать, не хотите, не хотите, я таких людей в общем-то не насилую, но чаще всего я умею разговаривать человека для его же пользы. Я хотела бы вспомнить еще те моменты, когда, предположим, шел фильм «Семнадцать мгновений весны», или какой-то еще там многосерийный, всем интересный, либо из жизни там, кажется, рабыня из-заура, не важно, важно, что люди настолько хотели ощутить вот эту вот сопричастность, и может быть в какой-то серии там, герой был неприятен, но вы же знаете, что если показывать каждый день попу, то она будет тоже узнаваема. Ожидали, замирали и смотрели этот сериал. А вам не кажется, что здесь тоже сериал? Я могу за одними и тем же человеками подглядывать каждый день. Это может быть выдающийся человек, и я рекомендую за такими подглядывать. И может быть человек, сидящий в тюрьме, но где-то во мне есть вот это вот состояние, я не хочу за него замуж, но мне интересно посмотреть, а как он там живет, а кто ему там пишет, а кто ему там лайки ставит. То есть мы там проживаем то, что в реале нам недоступны. Поэтому, ну что ж, мы можем быть там великими, можем там быть ребенком, спрятаться до каким-то ником, мы можем быть старым, притолстенным, этого никто не увидит. Мы будем там молодым и стройным, и заигрывать с молодыми девочками. Ну, игра такая. А что, фотошоп не с этой цели не запретет? Это не для этого. Поэтому не заигрывайтесь. Не должен быть это в обнимку со всеми гаджетами жить. С ними надо работать, а не подглядывать за чужой жизнью. Если это становится болезненным состоянием, и если у вас на три дня забрали и вы не только лишились работы, а вы лишились возможности как бы общения, которое не есть общение, то тогда, наверное, надо прийти на консультацию. А в принципе, ну, почему? Кто умный? Кто умеет это делать? Позентуйте себя. Самая презентация, я вам в этикете говорила, одно из самых первых и самых главных, чего мы только можем сделать при первом свидании. Я благодарю всем, кто был с вами. Спасибо всем. Всего доброго. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok